Фестиваль длиною в пять лет стартовал в нашем городе. Он посвящен юбилею знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Столетие картины будет отмечаться в 2015 году. Таким образом, свой собственный юбилей отпраздновал известный запорожский художник Дмитрий Цыпунов. Первое мероприятие фестиваля – его персональная выставка, открывшаяся в художественном музее. Отметит свой день рождения персональной выставкой уже хорошо, а фестивалем еще лучше, говорит известный запорожский абстракционист Дмитрий Цыпунов. Тем более, когда такой повод – юбилей картины, что произвела революцию в искусстве. В этом году «Черному квадрату» Малевича исполняется 95 лет. Как вы вообще относитесь к идее праздновать такой юбилей, 100-летие «Черного квадрата»? Вы знаете, об этом надо говорить, это нужно всем. Об этом надо говорить, мы будем говорить вроде об одной работе, а поднимаются такие пласты культурные, мы будем говорить об искусстве, о том, что 100 лет пройдет, это 100 лет истории изобразительного искусства. Я уверен, что нужно, потому что «Черный квадрат» – это суть, вещь замечательная, великая. Я уже говорил, это… Вот Малевич сделал такую штуку, вот переворот, я же говорил, как пенициллин изобрести в медицине. А почему пятилетие? Я думаю, что развиваться будет спирально, ширь, ввысь. И вот к столетию мы подойдем к какому-то такому совершенно, как мощное движение, все за «Черный квадрат». С художественным музеем Дмитрия Цепунова связывает давняя дружба. Именно он в 1989 году принес идею проведения сезонных выставок, затем получивших название «Образ 90-е». Они имели большой резонанс в городе. Во многом благодаря этим выставкам запорожские зрители впервые познакомились с абстракционизмом и другими направлениями современного искусства. Это было, конечно, неожиданно, и я так думаю, не только для нас, но и для всех зрителей в Запорожье, каким-то шоком, культурным шоком, потому что, несмотря на то, что абстракционизм – это один из главных художественных направлений современного искусства 20-го столетия возникло в начале 20-го века, то в Запорожье он уже к концу века добрался. В творчестве, как и в жизни, Цепунов мыслит парадоксально, но при этом его мысли имеют четкую логику и по форме, и по содержанию. Он говорит, что в абстракционизме нет никакого бунтарства. Во-первых, это красиво, а во-вторых, естественно. Под стать живописи название «Теневая сторона перца». Зачем волноваться? Есть императив – создай. Есть наблюдение – слоны всегда ходят по золотой дорожке. Вот и для новой своей идеи фестиваля он взял название металлической конструкции – двутавра, но не простого, а золотого. Двутавровая балка, для тех, кто понимает, это воплощение полного прагматизма. Это очень легкая, но в то же время очень нагрузкоспособная, скажем так. Вот балка, которая может при своей зрительной легкости нести очень высокие нагрузки. Но если ее сделать из золота, она тут же становится мягкой, тяжелой и абсолютно бесполезной. Но красиво. Примерно как черный квадрат. Что с ним делать, никто не придумал. Дмитрий Цыпунов предлагает поставить ему в нашем городе памятник. Но золотой двутавр выставкой не ограничился. Он продолжился в Театре молодежи, где выступила группа Каяма – музыканты, предпочитающие всем направлениям свободную импровизацию. Они достойным образом и продолжили авангардную тему фестиваля. Спасибо.